Полеты бывают разными. Дневные и ночные, зимние и летние, полеты за рубеж или внутри родной страны. Некоторые полеты проходят спокойно, да так, что уже через пару дней и не вспомнишь, с каким курсом выполнялась посадка. А некоторые посадки, выполненные на первый взгляд в не самую плохую погоду, тем не менее способны подкинуть каверзы, о которых помнишь долго. Это был вполне обычный полет по маршруту Владикавказ-Москва. Мы возвращались на родную базу в Домодедово, ожидая выполнения посадки в условиях довольно сильного порывистого ветра, так гласила сводка фактической погоды на аэродроме. В такую погоду, как пить, дать, жди болтанки и сдвигай ветра. Вместе со вторым пилотом Василием мы обсудили этот нюанс, приняв во внимание возможность того, что в таких условиях приборная скорость время от времени будет выходить за установленные для обычных условий рамки, плюс 10, минус 5 узлов от расчетной скорости захода на посадку на высоте ниже 300 метров. По правилам авиакомпании, в подобных погодных условиях допускается кратковременный выход за пределы на дополнительные 5 узлов приборной скорости, что должно быть предварительно обсуждено на брифинге. Что, нам можем начинать здесь? Ну что, подумаем... Да, ровно. Не забери лучше. Лоббанца 253, descend to height 500 метров, но в пилотическом. Лоббанца 253, descend to height 500 метров, но в пилотическом. Лоббанца 302, contact to Majido tower 119, or D2, 3,4. 119, дассы, в муру, дэйку. Пилот, ша. Правда в конечном. Болтало прилично, пилоты говорят колбасило. Мы прыгали в своих креслах, скорость тоже гуляла вверх и вниз. Boeing 737-800 не самый стабильный по скорости самолет и такое поведение для пилотов не является чем-то необычным. Болтало прилично, пилоты вверх и внизу вверх и внизу вверх. Болтало прилично, пилоты вверх и внизу вверх. Пилоты вверх и внизу вверх и внизу вверх. Пилоты вверх и внизу вверх. Вверх и внизу вверх. Пилоты вверх. Ветер у земли 340 градусов 9 порыва 16 метров в секунду или в узлах 18 порыв 32 делает невозможное выполнение автоматической посадки, так как встречная составляющая такого ветра для полосы 32 в Домодедово превышает установленное для автопосадки ограничение 25 узлов. Посадка может быть выполнена только в ручном режиме, что опять же не является чем-то необычным, так как большинство посадок все еще выполняется вручную. При выполнении захода на посадку в условиях возможного сдвига ветра рекомендуется использовать автопилот и автомат тяги, чтобы разгрузить внимание пилота. Однако, если посадка планируется в ручном режиме, автоматику следует отключать достаточно заранее, как минимум за 1-2 мили от полосы, чтобы успеть, как говорят пилоты, почувствовать самолет. В таких условиях для того, чтобы удержать скорость в рамках приличия, пилоту Boeing 737 приходится частенько помогать автомату тяги, который в любом случае при заходе на посадку должен быть отключен после перехода на ручное пилотирование. Снимаем. Наталья. Снимаем. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok